Друзья, всем привет! Рад видеть вас на канале. Сегодня делаем интересный проект, который планировал сделать за пару дней, а по итогу растянулся на пару недель. На столе лежит профтруба 40х40 и изначально решил сделать ступеньки к своему дому. Накидав разметку, отправляю всю трубу под ленту для распила на заготовки. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У меня это базовый инструмент для домашнего мастера, так как достаточно всего лишь иметь пару аккумуляторов и зарядное устройство, а потом просто докупай тушки инструмента и расширяй линейку возможностей. Более подробно рекомендую ознакомиться в магазине Все Инструменты и следить за сочными акциями. С помощью них можно отлично урвать инструмент по хорошей цене. А более подробно все ссылки будут в описании. Тем временем на столе уже появилось еще больше трубы, так как решил добавить выступ шириной 45 см. Тем самым увеличить крыльцо, а то вечно не хватает места. Из двух заготовок по полметра свариваю длинные ноги длиной 2,80. Вставляю перемычки для усиления примерно каждые 90 см. Добавил тройку опорных ног и приварил опорный кусок трубы 40 на 20, который будет закрепляться за террасу. Следующим этапом пошла сборка лестницы. За подсказки по удобству ступеней хочется сказать большое спасибо Мишке с канала Хартфурт. Но как я не крутил размеры, в итоге все равно промахнулся. Но об этом чуть позже. По плану ширина ступеньки 31 см, под ступенник около 17 см. Приварив будущие ступени к основанию на расстоянии полметра, понял, что взял многовато. В итоге отрезал и приместил на метр двадцать. На этом решил заканчивать работу и начал красить металл. Все подсохло, но понял и пошел дальше. Решил сделать небольшое ограждение. Снова в магаз, снова за металлом, поставил столбы и приварил ограждение. Сначала хотел сделать из дерева, поэтому столбы тоже уже покрасил. Это был, кстати, уже второй заход с краской. Ну и глядя на лестницу и понимая, что выглядит неполноценно, снова поездка в магаз за металлом. И была куплена труба 25 на 50 для перелин. Прогнал их через станок и согнул в одинаковый угол. Ну и на столе, кстати, уже появилась валюта. Надо же как-то немного украсить крыльцо. Четвертый или пятый раз сварка и также покраска изделия. Ступени делал из доски 40 на 150, сухой строганой. Напилил в размер метр двадцать. Хоть доска и золотая, но не идеальна. Плоскости плавают. И тут нас выручит фуговальный станок. В мастерской у меня станочек Варьеру W109D. У меня он уже стоит пару месяцев. И отлично помогает делать заготовки и строгать доску шириной аж в 150 миллиметров. Как-нибудь сделаю ролик и расскажу поподробнее. На станок оставлю ссылку в описании, а мы тем временем приводим доску в порядок. Подровняв все плоскости, затем шлифанув заготовки, стал покрывать краской с воском. Пока сохнут заготовки, разметил отверстие и засверлился сверлом на 6 миллиметров. И пошел монтаж крыльца. Промазал полиуретановым герметиком и закрепил уголок. Далее прижал крылечко. Сами ступени и подиум из доски также сажал на полиуретановый герметик. И закреплял на саморезы. Подступенник закреплял задние части, так как промахнулся с размером. И доска не встала на свое место. Ну и наконец-то итоговый результат. Так, друзья, я решил концовочку записать вживую, потому что, ну, во-первых, сильно устал. Плюс вот этот проект я сначала, ну, как сказать, сначала я хотел сделать просто ступени. Да, по-быстрому за пару дней, то есть сварить, покрасить и сделать более-менее удобные ступени, чтобы, плюс, по-быстрому сделать ролик, да. Потом, после ступени, думаю, блин, площадка маленькая, надо ее удлинить. В итоге удлинил площадку, то есть все, конструкция готова, я уже нес ее примерять, прикручивать. Потом думаю, блин, нужны будут поручни. Но не из бруска же делать, потому что, мало ли, брусок все-таки небезопасный, металл пожестче. Ну, плюс ребятня бегает. В итоге решил сделать поручни, да. Сделал сначала только крыльцо, потом, думаю, надо окантовку, сделал окантовку, потом, думаю, просто поручни некрасиво. В итоге сделал еще валюту. На самом деле, валюта у меня уже год лежит, вот эти узоры. Просто я делал один проект и промахнулся с размером, поэтому она осталась. Какие нюансы? Нюансы, во-первых, кто делает лестницы, сразу увидит, что подступенник, подступенник, как он там называется, я закрепил с задней стороны, потому что я немножко промахнулся с размером. То есть, надо было брать все-таки 190 доску шириной, да, и ее уже подгонять на циркулярный пиле, то есть, распускать, чтобы она встала спереди. Поэтому у меня оказался большой просвет. Также я подумал, что подступенник этот спрячет вот эти отверстия трубы, то есть, встанет сюда. Но получилось так, что что-то как-то, что-то пошло не по плану, поэтому я его закрепил сзади, чтобы если нога соскользнет, хотя бы уперлась с него. А эти отверстия придется закрывать пластиковыми заглушками. Где-то у нас летит самолет, вертолет, надеюсь, вам не мешает. Второй момент, который, вот этот как бы поручень, который под наклоном, да, он красивый, аккуратный, но я уже ногой зацепился за угол, то есть, можно ободраться. Поэтому тоже надо будет купить заглушечки, либо вообще какие-то такие крышечки, которые оденутся на них, то есть, вклеить их, чтобы для безопасности. А так, в принципе, друзья, нюансов, в принципе, больше никаких нет. То есть, лестница получилась довольно жесткая, то есть, устойчивая. Все посадил на полиуретановый герметик. В принципе, я почти под 100 килограмм, там, 90 где-то с чем-то. Я хожу, все нормально. То есть, в принципе, можно встать как бы и двоим, и троим. Пролет у нас получился метр двадцать, доска сороковка, две штуки. Обработано все краской металл три в одном, то есть, хорошая красочка. Далее у нас сами ступени тоже обработаны, все отшлифовано, все покрашено. Притянул к террасе на болты, притянул к террасе на глухари, 160-е, по-моему, через шайбу. То есть, в принципе, все окей. Меня результат полностью устраивает. То есть, можно смело присесть, давать нагрузки. То есть, все окей, все держится крепко, монолитно, все хорошо. Ну, а вам, друзья, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если считаете проект удачный. Пишите комменты, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что я пока все это делал в свободное от работы время, то есть, снимал какие-то моменты, скажем. И всем рекомендую подписаться на телеграм-канал, друзья. Много движухи, идет много интересных кадров, скажем так, прям весь из полей. Разной тематики, самоделки, стройка, лайфстайл, жизнь, приколы, ржач. То есть, ну, всем рекомендую. Весь контент быстрый, который можно отснять прямо здесь и сейчас, я сейчас публикую туда. Потому что инстаграм отвалился, тикток отвалился, дзен остался так плавающий. Хорошо веду канал, сделай сам о стройке, о строительстве дома, участка. То есть, тоже, кому интересно, залетайте. Ну и Домашний мастер, то есть, соответственно, это мой самый главный канал. То есть, единственное, что проекты получаются сложные и не так часто получается выпускать видосы. Так что вот так. Всем хорошего настроения. Всех целую, всех обнимаю. Я пошел отдыхать, потому что сил затрачено немерено. Еще раз спасибо и пока-пока.